Приветствую вас на канале Gadgetmania. Сейчас мы с вами посмотрим и поставим точку в вопросе прямая кнопка в Meizu M3 Note или все-таки она кривая? Как компания Meizu, такой большущий концерн, допустила такую очень сильную ошибку на сборочной линии и поставила в корпус своего телефона прям в наикривейшую кнопку? Мнения на YouTube расходятся. Кто-то говорит, что она прямая, кто-то говорит, что это оптический обман. Сейчас мы поставим точки над И и закроем этот вопрос раз и навсегда. Итак, это новое видео, мы начинаем, поехали! Друзья, сразу будем распаковывать. Вот такой пакетик к нам пришел с помощью SDEC. Это курьерская доставка, транспортная компания. Здесь внутри должно быть два смартфона, но нам сейчас интересно Meizu M3 Note. Вот так вот это все хорошо запаковано. Ссылочки будут в описании. Отличнейший продавец. Доставка тоже очень быстрая. Прям такой острый сегодня у нас скальпель. И все это открывается прям вообще здорово. Друзья, мне кажется, что раздут эта вся история насчет кривизны кнопки. Все-таки компания Meizu это не подвальный Китай. Делается все-таки все это на сертифицированных и качественных сборочных линиях на заводе. И не могли они допустить такого фейка. И это просто раздутый какой-то миф от пользователей, либо от YouTube-блогеров. Вот прямо сейчас только получили данную посылочку. И, конечно же, покажем вам, как на самом деле обстоят дела. Это мы уберем в сторонку. При этом мы не будем... Давайте это даже не в сторонку, а мы именно на этой штуке. Потому что мы вообще на каком-то мусорном баке сейчас это все делаем. Для того, чтобы вы действительно посмотрели, действительно ли это у нас вот так вот происходит. Здесь у нас еще вот такой вот есть айфончик Rose Gold на 128 гигов. Если интересно, чтобы я вам его показал, пишите в комментариях. Хотя вам, наверное, не интересно. Вас интересуют ультрабюджетные смартфоны. В том числе Meizu M3 Note. Прямо вот горячий пирожок. Прямо сейчас я вам его покажу. И мы посмотрим. Кривая там кнопка или нет. Итак, барабанная дробь. Открываем коробочку. Немножко коробочка какая-то вся пожуханная. Друзья, ну, блин. Все, что вижу сейчас я. Пока первые секунды. Что у нас под спецификацией. М-спецификации будут в распаковке подробной. Я сейчас вам всего лишь покажу прямая или кривая кнопочка Meizu M3 Note. Друзья, она абсолютно прямая. Давайте вот так вот. Она абсолютно прямая. Никаких нету. Ни углов. Ничего. Это какой-то раздутый фейк. Если посмотреть так. Если посмотреть так. Если посмотреть так. Если посмотреть так. Она абсолютно прямая. Это просто полностью раздутый миф. О том, что в Meizu M3 Note кнопочка кривая. На самом деле это не так. Друзья, это раздутый миф. Кнопка на самом деле прямая. Посмотрите, под всеми углами. Вообще под всеми. Вот я вот кручу, верчу этот смартфон. Абсолютно классно он выглядит. Не просто так за внешний вид его все хвалят. Действительно круто. В распаковке мы сейчас посмотрим в следующем видео более подробно на внешний вид. Сейчас смотрим на кнопку. Она абсолютно наипрямейшая. Просто прямее не бывает, друзья. Просто прямее не бывает. Мне кажется, это раздутый скандал. Для того, чтобы... И мне кажется, это скандал со стана пользователей от компании Xiaomi. Которые на самом деле понимают, что Meizu в этом году уделала их просто попу. Всех поимело. В том плане, что компания Meizu сделала смартфоны в этом году круче. Ультрабюджетники круче. Флагманы круче. Вообще, мне кажется, Meizu круче, чем Xiaomi. Вот я сейчас могу сделать вот такой для себя вывод. Сколько смартфонов Xiaomi я держал в руках. Сколько смартфонов от компании Meizu я держал в руках. Кнопка прямая в Meizu M3 Note. Я вам говорю, друзья, и мне кажется, это просто раздутый какой-то фейк. Вот такое вот мнение. Но, дабы не пропустить распаковку, подробную распаковку, у нас на канале выйдет следующим видосом. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь. Большое спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Теперь вы знаете точный ответ. Кривая или нет кнопка. Мне кажется, что она прямая. Делитесь со своими друзьями. Может быть, они увидят то, что не увидели мы. И напишут в комментариях свой, свой ответ. Какая же кнопка на самом деле. Не мог такой большой концерн, как Meizu, ошибиться и поставить в свои смартфоны кривой модуль. Мне кажется, что она прямая. Если вам кажется, что она кривая, давайте дождемся полного подробного обзора от нашего канала. Либо пишите в комментариях, как кажется вам. Может, стоит замерить в миллиметрах линейкой или еще какие-то произвести тесты. На внешний вид она абсолютно прямая. И это просто раздутый какой-то фейк на YouTube, что в Meizu M3 Note кнопка кривая. Если вам кажется, что она кривая, давайте вы поставите лайк. Если кажется, что прямая, дизлайк. Посмотрим, сколько нас. И тем самым образом докажем всему YouTube, что кнопочка там все-таки прямая. И не надо нам больше никаких тестов. И не надо нам больше ничего. Потому что это просто раздутая концепция. Может быть, рекламный ход от компании Meizu. Может быть, блогеров попросили сказать, что она кривая. На самом деле она прямая и ничего лишнего. Совсем скоро увидимся. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Конечно же, пользуйтесь нашим сайтом gadgetmania.ru. Место, где вы можете экономить на покупках в интернете. В том числе на покупках Meizu M3 Note. Ссылочки на данный товар будут в описании под этим видео и первым комментариям. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Для тех, кто покупает в интернете и хочет экономить свои деньги, мы представляем вашему вниманию новый полезный ресурс gadgetmania.ru. Все скидки и купоны собраны для вашего удобства в одном месте. Gadgetmania.ru. Экономим деньги вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok